Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И как вы знаете, с приходом коронавируса и самоизоляции многим людям пришлось попрощаться со своей работой. Но есть люди, которые по сей день выходят на свою работу. И сегодня я хотел бы познакомить вас с этими людьми и показать, кем они работают. Приятного просмотра! Приветствую! Слушайте, я видеоблогер. Сейчас снимаю ролик про людей, которые работают на передовой. Врачи, продавцы. И вот хотел бы вам пару вопросов задать. Стало страшно ли сейчас работать вам? Ну, периодически бывает страшно, да. Потому что рядом больница. Там говорят, что много зараженных. И иногда бывает страшно. А какие меры предосторожности в целом предпринял магазин? Ну, нам выделил маски. Также каждый час мы убираем, протираем столы, товар, ручки, часто используемые в местах. А много кто из друзей, например, ваших, потерял работу, когда наступила? Да. Ну, по связям нашли другую. Что вообще думаете по поводу коронавируса? Существует он или это все миф, фейк? Ну, сначала думал, что это фейк, а потом вот, когда уже стали слухи ходить, то понял, что это уже все серьезно. Вот есть, например, завтра закроют магазин. Куда вы пойдете работать? Ну, скорее всего, к родным. Там по связям пойду. Либо в дорожную структуру, либо где-нибудь на дому что-нибудь будут делать, помогать. Вот и последний вопрос. Как вы думаете, когда это все закончится? Ну, сейчас, зная, что страна борется с этим, скорее всего, скоро уже должно закончиться. Кстати, друзья, если вы следите за новостями про коронавирус и хотите оставаться в курсе последних событий, но вам надоело, как это делают, например, там по телевизору или другие блогеры, есть выход. Я вам всем рекомендую подписаться на канал Ход Конева. Ссылочку на его последний ролик я оставлю в описании. Я сам, честно, смотрел его ролик, мне понравился. Так что переходите обязательно и ставьте ему лайк. Как-нибудь изменилась ваша жизнь вот с приходом этого коронавируса вообще? Что можете сказать? Ничего не то, народное, да просто. А как думаете, существует он или нет? Или это все выдумка? Существует, по-моему. У нас тоже там много стало. Мне интересно, чем сейчас занимаются люди, которые здесь остались, у которых закончился там патент? Патент, да, патент. Они кем сейчас работают? Дома, по-моему. Просто дома сидят? Да. Сейчас если у него патент закончился, никто ничего не говорит, что до 15-го какое-то число. День добрый. Расскажите, как я заметил, вы расклеиваете листовки, Да, верно. Эта работа была до карантина у вас или вы нашли ее во время карантина? Ну, это буквально, да, ну, за месяц, наверное, до. А кем до этого работали, чем занимались? В сервисном центре. В сервисном инженер. В связи с тем, что наступила вот эта вот движуха, да, с закрытием всех работ, вы сменили и пошли работать, расклеиваете? Нет, в сервисном центре закрыли, как бы, помимо этого, там, поддерживаем, ну, телефоны торговали. Торговый центр закрыли и дома сидеть скучно, как бы, ну. Решили времени не тратить, да? Ну, а что сидеть? Пропуск у меня есть, рабочий такой. А как изменилась вообще ваша жизнь с приходом вот коронавируса? Мне повезло, что я не снимаю жилье, у меня нет какие-то все мои знакомые, которые снимают, и у них там кредитные карты, еще что-то, они встряли. То есть, проблемы финансовые у детей серьезные. Там люди в панике, потому что те, кто работал участников и были там неофициально устроены, там вообще, ну, просто кинули на деньги. Вообще, как вы думаете, существует ли коронавирус? Сложно сказать, но я думаю, да, потому что кипишь такое, но лично у меня знакомых нет, есть знакомых-знакомых на Москве, как бы, не в Санкт-Петербурге. То есть, есть знакомый-знакомый, кто заразился, да? Да, да, то есть, в Москве. Лично не встречала, не общалась, не видела. Ну, у меня одноклассник медик, он говорит, что, есть больные, что это просто осложненно, там, форма гриппа и пневмонии. Сколько вот вы получаете за расклейку? Ну, за это работа 20 минут подоходной. То есть, в месяц получается, там, 18-17 тысяч, да? Ну, да, я трачу по 2 часа в день, в принципе, в этом районе, где я живу, мне несложно прогуляться и поклеить их. Здорово. Бабульки, конечно, иногда нервы. А так, в принципе, вот. Супер, спасибо большое, очень классно. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто, несмотря на такую страшную обстановку, продолжает работать и нести свою службу. Спасибо врачам, полиции, пожарным и многим-многим другим, кто отдает всего себя своему делу. Меня зовут Александр Жучкин. Если вы тоже работаете на какой-то работе, обязательно напишите в комментариях, что это за работа. До новых встреч, друзья. Пока и не болейте.